Дорогие телезрители, МОК официально утвердил скалолазание в программе олимпийских видов спорта в 2020 году. Федерация альпинизма и скалолазания Республики Саха-Якутия активно готовит якутскую сборную к участию в соревнованиях высшего ранга. В этом году проводятся первые республиканские соревнования по скалолазанию. О том, как этот вид спорта развит в Якутии, мы поговорим с нашими гостями. Это Дмитрий Шарафуддинов, четырехкратный чемпион мира, и Олег Сайфулин, старший тренер юношеской сборной Республики по скалолазанию. Доброе утро. Дмитрий, я знаю, что вы прибыли к нам сюда, чтобы как раз-таки подготовить или помочь в подготовлениях к этому соревнованию. Это правильно? Да, все правильно. У меня соответствует уровень подготовки. У вас хорошие спортсмены. Я надеюсь, что 16 декабря я поставлю хорошие трассы для этих очень важных соревнований для вас. Мы к этому обязательно вернемся. По поводу самих соревнований. 16 декабря они будут проводиться. Место уже известно тоже, да? Да, место известно. Он пройдет на базе школы номер 2. Там достаточно хороший скалодром. Мы поставим, все пройдет в один раунд. Будет предоставлено спортсменам порядка 20 трасс. Разные категории сложности. И они все должны будут в идеале пройти все трассы до конца. Участвуют только ли профессионалы или любители? Или любой желающий может подойти, пробовать свои силы? Я думаю, что, ну, конечно, будет заявка от каких-то, не знаю, регионов, там, районов. Вот. И думаю, что будет разделение по группам, конечно. Там взрослые, там юноши и отдельный зачет мужчин и женщин. А в этом еще точно пока не решили, как это будет, да? Ну да, регламент еще дорабатывается. Заявки подаются до сих пор тогда, получается? То есть еще окончательный список участников не утвержден? Я думаю, что да. Именно 16 декабря, я думаю, наверное, с утра будет работать мандатная комиссия. И там уже, как бы, все будет доведено до участников. Хорошо. Я знаю, что вы уже провели мастер-класс для наших спортсменов. Каков уровень? Можете чуть-чуть подробнее рассказать? Что вы делали на мастер-классе, кстати, да? О чем вы рассказали? Какими секретами поделились? Для меня, как суди-постановщика и как для тренера, очень важно, как бы, определить такие моменты, как техника спортсмена. Это очень важно на сегодняшний день, как бы, если, как бы, физическую составляющую, как бы, можно поднять, то технику, как бы, ее нужно ставить, как бы, начиная там с детства и, как бы, работать над ней. Вот. И я отметил для себя, что большинство спортсменов, как бы, у вас, как бы, очень правильно развивается, как бы, как бы, все нужные навыки у них поставлены, но их нужно развивать. И, как мне кажется, нужно почаще выезжать на соревнования, не только, как бы, проводить соревнования у себя дома, но выезжать еще в другие регионы, набираться. Посмотреть, как там идет работа. Да, все-таки, как бы, у себя дома хорошо, но, как бы, именно на более крупных соревнованиях разные спортсмены могут повести себя уже совершенно по-другому. Олег, как много в республике людей профессионально занимаются скалолазанием? Ну, вообще, профессионально пока не так много занимаются. У нас сейчас, вот, систематически постоянно на скалодром ходят порядка 20 участников. Это те, кто уже, так сказать, вник в этот спорт и будет им заниматься дальше. Ну, как бы, после каждых больших мероприятий к нам все равно приходят там 2-3 человека и остаются с нами. Вот, то есть, это очень радует, то есть, мы прогрессируем, развиваемся. Ну, и, как бы, основной наш сейчас напор – это, конечно, привлечение детей в вид спорта. Я думаю, что, как раз так, то, что МОК официально утвердил скалолазание, как один из видов спорта, даст толчок, я думаю, в своем скалолазании в республике. То есть, как бы, у нас были до этого нюансы с тем, что, как бы, поддерживается он сам олимпийский вид спорта. Сейчас мы тоже стали олимпийским видом спорта, и поэтому мы думаем, что будем развиваться быстрее, лучше. Поздравляю, кстати, вас с этим. Наверное, это давно, кстати, известно было уже, что добавили вид. Что утвержден. В 16-м году на комиссии, по-моему, в декабре было принято, и в марте официально было утверждено, то есть, каким образом и как пройдет. Дмитрий, вы сказали по поводу подготовки, о том, что очень важно ставить правильную технику еще с детства, да? Как давно вы уже сами занимаетесь колазанием? Мой стаж занятий уже 25 лет. Я уже такой достаточно возрастной спортсмен, даже сказал бы уже спортсмен, который уже переходит больше в тренерство. Вот, и такой важный момент, как бы, с моим опытом, я думаю, что я смогу помочь юным спортсменам и спортсменам, которым я смогу передать опыт вас. Возраст участников средний какой у нас в республике? Ну, как бы, взрослым занимаются где-то с 22 лет, студентов у нас меньше, ну, то есть, если брать массу, то есть, в основном работающие населения, то есть. И дети у нас, вот, 6-й, 7-й класс очень, так сказать, яро интересуются как раз этим видом спорта и хотят там. А, допустим, дошкольников или дошкольники не могут заниматься скалолазанием? Дошкольники могут заниматься, мы проводим отдельные дни, но просто с ними другой немножко подход. И, то есть, мы пока что, то есть, сюда не углубляемся, потому что это все в игровой форме, это надо очень четко все ставить и очень внимательно относиться к этим группам. Вы, как раз-таки, по поводу техники, вы сказали, что есть какие-то, ну, назовем их, может быть, секреты у скалолазов свои особенные, да? Расскажите, что нужно развивать в спорте? Когда ты хочешь заниматься спортом скалолазанием, может, ноги как-то надо сильнее или руки, допустим, или цепкость пальцев отдельными занятиями? Ну, вообще, скалолазание считается вид спорта, где гармонично развивается весь организм, вот, но если брать конкретно спорт, сегодняшний спорт, то он в корне изменился, нежели был, там, лет 10-15 назад. Если раньше скалолазание было такой достаточно, достаточно набор движений был примитивный, там, обычное движение вверх-вниз, ну, как это... Вверх по стенке, вниз по стенке? Да, 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 вот, то сейчас, как бы, движения появились больше прыжкового характера, да, то есть это... То есть? Да, такое есть, как бы, перепрыгивание с одного камня, как бы, для зрителя, чтобы было понятнее, на другой камень. Тут уже нужны совсем другие, как бы... Физические данные. Физические данные, технические данные, то есть, мало того, что если один камень, а если нужно перепрыгнуть три, то это совсем другая подготовка. Я думаю, это будет зрелищно, напомните, когда будет мероприятие? 16 декабря. Дорогие телезрители, 16 декабря в скалодроме второй школы, большое спасибо, что встретили это утро вместе с нами, поделились этой интересной информацией.